Какой сегодня солнечный день, прекрасный, яркий, потеплело, классно, я прям не могу, я читаю снова и снова свои два последних поста и кайфую, блин, я их, наверное, прочитала больше, чем все вместе взятые, 500 человек. Которые поставили лайки, я так кайфую, мы с Олей едем в офис, у меня, я уже говорила, расписано не по дням, а по часам вообще все, когда меня прет, вот прям реально прет, у меня нет ни минуты свободного времени, потому что люди записываются на консультации, вот безумолвку реально. И у меня бросила еле проработка. Да, и Олей, бесконечные проработки, ну потому что меня от этих проработок прет, я сама расту, кайфую, и что хотела сказать, когда вы находитесь в таком состоянии, подвешенном, эйфорийном, кайфовом, радостном, и вот вам захотелось что-то сделать, вы такие сделали. И тогда у вас все ваши желания посыльные уже вручают вам. Сколько часов спите? Ну, последнюю неделю, может, две, может, три, я даже не знаю. Сплю часа четыре или пять, наверное. У меня, видите, вообще такие мешки под глазами, глаза еле открываются. Я не успеваю спать, потому что ночами приходит куча информации, которую я все время сижу, записываю, откуда она приходит, ну, с моей головы, конечно. Вот. Допоздна вчера работали, прям до ночи с человеком. Ну, и так каждый день. У меня помимо офлайна еще онлайн-курс, одновременно идет еще консультация, еще выпеки с Олей успеваем вести. Я сейчас сделала еще временный перерыв, на недельку уехала к Ольге, ну, для проработок своих. И вообще какая-то суета, суетей. Если вы в таком состоянии находитесь, радостном, интересом, кайфом, что меня интересно ждет, пофиг, какие бы там проблемы у вас не были, но если вы на них смотрите с удовольствием, что интересно, как я это сейчас разрулю, то оно так все быстро разруливается. Вот, если начинаете обращать на себя внимание, вообще какая-то... Сейчас, сейчас, знаете, там, подняться. Сейчас закрывали, это вот тоже в работе. Ага, почитаю, что там написали. Так, расскажите про пятницу, вопрос был. У меня там лежат бумажки, я написала, сколько там хватает. Как прийти к такой прухе? Ну, пруха это... Блин, состояние, когда вы просыпаетесь с утра и говорите... Я ничего не знаю. Мне интересно понаблюдать, какой сегодня будет замечательный день. То есть вы уже, открыв глаза, должны выйти в такое состояние, посмотреть вокруг, поблагодарить себя за то, что вы проснулись, за то, что у вас есть, за то, что вы есть у себя, за то, что у вас есть руки, ноги, миллиарды возможностей, очень много знаний, техник у вас. Вы можете много чего делать, вы можете слышать, вы можете петь, танцевать, говорить. Вот с тем осознанием, это такое состояние, вот словами это не передать, это просто надо почувствовать, проснуться утром, открыть глаза и просто поблагодарить вообще всё вокруг, что у вас есть. Ну, и не только вокруг, себя внутри поблагодарить за всё, что у вас есть, вспомнить, что у вас есть. У вас просто вообще всё есть, вы настолько изобильны внутри, и этот мир вам начинает это отражать. Вы не в панике, не в беспокойстве куда-то спешите. Даже если вы опаздываете. Я вот как обычно на час опаздываю каждый раз на любые встречи, и мне пофиг. Я есть у себя в данный момент, я есть там, где я есть, и я никуда не могу опоздать. Времени нет, оно не линейно, как мы себе всё время его молю и представляем. Мы всегда в точке, здесь и сейчас, вовремя. То есть вот эту вот суету излишнюю в голове нужно убрать. Как её убрать? Просто вот почувствовать, остановиться, перестать вообще думать о прошлом, перестать думать о будущем, о своих проблемах, о своих делах. Посмотреть, какая на улице красота такая. Вообще, вот просто, я не знаю, весна, солнце яркое. Оль, как тебе настроение? Я хочу размазать всё по стене, всё. Вот Оля хочет размазать всё по стене, и она от этого тоже кайфует. Она нервничает, то, что у неё там... Я не нервничаю, но я уже отрывалась. Помощница уходит, там, ребёнок... Я не нервничаю, я её уволила, у неё коронавирус. Да, она уволила помощницу, и сейчас я сяду, Ольге напишу текст. На работу в ювелирную мастерскую мы ищем администратора. И мастерскую, она будет моя личная, чем бы я ни занималась. Ну, личный помощник, да, это будет личный помощник, административная должность, работать с клиентами, с бриллиантами, покупать там визы, там, билеты на самолёт. Лишний помощник, по всяким Ольгиным делам. Вот, буду писать, и она вот это, немного депрессирует. Какая помощника? У меня же телефон упал. Она не думает, но у неё есть это в голове. Это очень много сил, и куда бы её слить, я не знаю. Куда слить, сейчас мы будем работать. А что у нас будет в пятницу, Олечка? Я сегодня всем рассказала, что будет в пятницу. Давай ещё раз расскажем, меня спрашивают. Всем привет! Сейчас я из акулы в зайки перевоплощусь. Мне всё время кажется, что я закрываю этот... Нет, нормально. Мы в пятницу погрузимся в такое тотальное единство и проживём в очень много состояний и укореним себе механизм, отдадим их несколько. Тот самый механизм исполнения желаний, которого все жаждут приобрести. У нас такого ещё не было, а может и не будет. Я сегодня говорила, что вот это просто мы устраиваем встречи, которые мы хотим. Мне девочки уже писали, там ноги с нами. Сейчас я можно разденусь? Давай, раздевайся. И я с субботы хожу, уже готовлюсь. У меня внутренние процессы такие, я их в себе ощущаю. И люди приходят по раскрытию чувствительности. То есть всё готовится и мы обнажимся. Но вы же понимаете, что всё, о чём мы говорим, мы говорим в аллегоричном значении. Обнажение – это значит... Разденемся до гола, в общем. Прийти к себе и то, что вы хотите почувствовать. Да. И мы будем все вместе. Я буду лично... Ну, я хочу влиться вот в это во всё. И мне это тоже надо. У меня есть такой запрос. И мы будем чувствовать все вместе. Я до конца даже не знаю, что это такое будет. Но я думаю, что мы на день погрузимся в очень мощное состояние себя. Вы же знаете, что все наши тортики, няшки и штучки приходят именно тогда, когда мы сами у себя есть. Потому что это наши единственные долги. Долги – обращать внимание на себя, на наш долг. Мы не то, что обращать внимание на себя, мы будем в себе достаточно продолжительное время. Прямо с таким хорошим погружением. Потому что есть способы. Есть не один способ туда погрузиться. Знаете до чего? Не до того, чтобы почувствовать, что я есть, а прямо чтобы до блаженства дошло, чтобы прочувствовать позже. Прямо, знаете, вот до такой кайфушки, чтобы себе дать все вот эти, что вы там хотите. Мы дадим и эти квартиры, и эти мерседесы, и там, ну, я не знаю, что там. Любовь к кому-то, мужей, детей. Бриллианты, отношения и все прочее. Вы, наконец-то, их прочувствуете, что это все у вас есть. И мы вместе с вами это прочувствуем. Мы будем часть всего этого, потому что это... Блин, я уже начала. Так, не кончай здесь. Давай, продолжай. Я просто, когда поднимаюсь, когда у меня, ну, когда наступает чувство, говорить, я не говорить. Я не говорить. А ну, сюда... Я хочу сказать, что на встречу, ну, записаться ко мне в личку в Телеграме, 100 евро мы берем всего лишь копейки по сравнению со всеми моими консультациями сейчас. Кстати, да, я подняла цену на консультацию. Нелли подорожала, между прочим. Мало того, Нелли подорожала, и евро тоже подорожало. Все вместе. И евро подорожало, да. У меня личная консультация 1000 евро сейчас. А меня ученики спрашивают, у меня личка заварена, даю ли я личные консультации. Так вот, я не хочу. Я не даю. У меня нет столько терпения. У Нелли, она герой. По 8 часов сидеть, это вообще. И она, она еще меня затягивает в свой героизм. Вольно-невольно. Я смотрю, я работаю, у меня там ювелирка и все прочее. А у меня трансформация, блин, идет вчера. Ну, я рассказывала в своем эфире, поэтому... Поэтому, вот, ну, кто спрашивает, это на групповые занятия, потому что, ну, это самое крутое для меня, да, качать через все, через всех. Коля, я когда в таком ракурсе, мне такое лицо круглое это ведет. А у меня что-то тоже сегодня... Ты как-то издалека, ты так красиво выглядишь. Я в таком состоянии, что мне это... Я прям видела, как они в твоем кайфуют, арут друг на друга, ух... Ну, у всех энергия накопилась, и ее надо шагнуть, да, как было. У меня только эфиров было мало с утра, поэтому... А сейчас уже солнце, это же вообще такой заряд. Я, блин, даже не знаю, куда сейчас тебя... А у меня сегодня отменилась фотосессия, да. Отменилась фотосессия, и ты будешь работать со мной? Да, я сегодня нормально. Я на самом деле даже танцы отменила. Ну, сейчас напишу, может, они мне все-таки поставят, потому что мне же куда это все тень-то, красотка. Я до пятницы не дотяну это все. У меня в пятницу новый приход будет. Девочки, привет. Но объясните дуре, в одном видео про трансформации, для чего я это хотела, мы ищем новое, третье, а в другом видео не ищем, а просто принимаем, пока не захотим менять. И еще есть три-пять способов разных. Ну да, выбирайте любой. А потому что человеки, мы разные, мы очень исключительно индивидуальные, и есть... И вас совмещаете в разные способы. Вы же ищите, вам такое изобилие дают. Вас не бьют в этот, говорят вот так, так и только так. Вам дали такую массу инструментов, выбирайте свой. Потому что девочки все пишут по-разному. Кому-то так, а кому-то так, а кто-то так, а кто-то вообще понял так, но у него тоже сработало. А вчера мне один молодой человек отправил, короче, свой способ. Он мне ночью прислал, короче, целую там схему, такой, Ольга, вот вам может поможет в вашей работе, смотрите, как там я вычисляю сектора. И у этого человека, у него есть определенный результат. И это здорово. Человек пошел в себя. И еще, мало того, он пошел в тебя, он еще сразу поделился, типа, девчонки. Мол, посмотрите, я тут сходила, там у меня тоже сокровища, я тоже хочу ей поделиться. Это очень круто. Нелли и Оля, не могу принять себя в женщине, которая меня сбила. Я злюсь на нее. Как реально принять то, что она, это я, и долюбить эту часть себя. Сбила машина, что ли, или как? Не могу принять себя в женщину, которая меня сбила. Ну, может быть, не знаю. Ну, напиши, пожалуйста, что конкретно случилось, и мы тебе расскажем. Машина, наверное. Что-то у меня на ум больше ничего тоже не приходит. Так, музычка у нас классная играет. Это моя любимая. Вот с этим ракурсом лицо не такое вроде круглое, но я так не могу долго держать. Вот так и более-менее. Если я нравлюсь, я синяков себе не люблю. Ой, я не могу, я когда в зеркало на себя смотрюсь, я так же кривляюсь. Кривляюсь не чую. Такие красивые. Что делать, если постоянно хочется жрать? Жиры. Да, отличный вопрос про жиранку. Ну, блин, я уже устала с этой жиранкой разбираться. Это моя тема, конечно. Ну, точно не моя, потому что я не ем, у меня нет желания есть. Я говорила, что я ем только, если кайфануть, хочется каких-то новых блюд, новых запахов. Я пока точно не хочу говорить про жиранку. Ну, ладно, да. Это не моя тема. Девочки, вы классные. Можно участвовать в онлайн вместе с вами? Не, онлайн вместе с нами, это вот прямые эфиры. А то, что у нас за закрытыми дверами будет происходить, это не для видео. Понятно, что сейчас там коронавирус и так далее, но, может быть, после этого мы продумаем с Олей, как-то это и записать. Потому что, когда делаем с толпой то, что мы не делали с толпой ни разу, я даже не знаю, как это получится вообще. А второй раз повторить уже на видео, может быть, толпость. Может. Не получается, это на два раза. Ну, блин, да. У близкой подруги онкология. Эта часть меня хочет умереть. Ну, да. Это критично меняет. Понимаете, человек живой ходит, дышит, чувствует и так далее. А мы такие, это я хочу умереть. Нет. Ты хочешь болеть и поставить под вопросом, как бы, почему же этих нет? Ну, в точке здесь сейчас вопрос, что она мне показывает, наверное, все-таки. Что эта болезнь, как язык тела мне показывает? Давайте так разбирать. Просто у Далматова было сразу умереть. Смотрите, какая онкология. Не храните. Вот мне тоже пишут там сообщение, да? Это я хочу, как бы, чтобы мои родители умерли. Блин, твои родители живы. Конечно, хочешь теперь, чтобы умерли. Ты уже это озвучил. У тебя сейчас, в дочке здесь сейчас все живы? Ну, да, болеют. Называй своими именами. Это ты теперь хочешь, чтобы умерли. Вот так. Раньше мы другую информацию говорили. Сегодня другую. Видите, как круто. Все меняется. Потому что... Сейчас мир поменялся, документовый скачок, и никто не хочет умереть. Раньше все хотели умереть, и сейчас мы хотим себе что-то показать, чтобы жить. Наша душа, она бессмертна. Нам нет смысла умирать. Но мы хотим прийти к себе. И вот мы такими способами ходим к себе. Никто не умирает. Посмотри внимательно. Она болеет. На машине меня она сбила. Сломала ногу в коленном суставе. Ну, давай смотреть. Ты сбила себя этой женщиной. Она при чем? Она нейтральный персонаж. Нарисована Микки Маус, что сказать. Ну, не принимай ее вообще. И все чувства, которые есть в тебе, ну, такая, не признаю. Нет, моя злость относится к ней. Нет, как бы, это она виновата, что этот. Нет. Нет, дорогуша, нет. Здесь произошло все то, как ты хотела. Вылезай из этой жертвы и признай. Вот эта ненависть, не знаю, мстя, может быть. Она внутри тебя. Это вся вот кашка классная, которую ты не можешь принимать. Внутри твоего тела. Да. Это все твое. Эта тетка, которая тебя сбила, она чувствует другое. Она вообще там несчастная. Ее корзине, другу, и ты не знаешь, что, и тебе пофиг. Она сыграла. Ты ей скажешь спасибо, она такую роль для тебя отыграла. И эта роль тоже тяжело, знаете ли, достала. Не знаете ли. Мне нравится, когда ты говоришь, знаете ли. Вот эта твоя выражуха классная. У меня в этот... Нелли вчера спрашивала. Оля, посмотри мою карту. Сейчас как раз следующее про это будет. Скажи, говорит, это. Как я там с деньгами? Я говорю, Нелли, я говорю. Ты зарабатываешь деньги так. Берешь Марс, находишь там квартиру. Находишь там Москву-сити, подтаскиваешь к земле. Кусок ищешь на Андромеде, потому что в прошлом... В процессе понимаешь, что ты нецелостную квартиру к себе затягиваешь. Устраиваешь ее там, на месте, где 10 реальностей сходятся в одной точке, там, где тебе надо. И еще потом, когда у тебя это все щелкнулось, произошло, склопнулось. И еще транслируешь это по миру. Типа, это же так легко, посмотрите. Берешь кусок на Андромеде, остальное все на Марсе. Понимаешь, что ты там не целиком добралась. Ну, вот так делаются. Вот такие данные у нашей Нелли в картере. Типа... И это именно так и звучит. Ну, так и есть. У меня всегда так было. И она так... Вообще не знает, куда мне деньги приезжают. Еще она может так... У нее еще так деньги. Я не знаю, я их как-то напела. Ну, то есть... Да, мы прям пели, танцевали, рисовали. У нее такое ощущение, что я могу натанцевать деньги. Вот у нее там Нептун такой, ну, у нее там такая комбинация свеженькая, скажем так. И вот они всегда есть, но я не знаю как. Ну, вроде как бы все понятно. Что вам тут еще объяснять? Ну, вот же все есть. Обначально. Это вообще такая, ну, вот ржака, да? Вот объясни человеку, что ты видишь в карте, как. А людям так как материализовать деньги? Если я могу напеть, натанцевать, я знаю. И самое интересное, что она идет и людям так же разговаривает. Вот смотрите, все очень просто. Так мы когда на марафоне танцевали, говорю, на 3000 натанцуйте, 30 человек было. Или 70 человек было. Блин, я уже не помню, в каком из марафонов. И каждый получил по 3000 именно. Ни 4, ни 2. Достаточно просто включить воображение. Раз. Творческую штуку. Два. Ну, на высоких выборах, потому что Нептун нанесет. У меня это понятно, как. А вот, Оля, объясни людям своим языком, как это сделать. Объясняю. У нее есть еще данные, еще объяснить, как она это делает. И самое интересное, что с ней такие на Марсе побежали 100 человек. И у 60 получилось. Потому что для них тоже ничего непонятного. Все, вот инструкция дана. Мне тоже девочки пишут, блин, Эля, такая классная. Все так понятно. Она космическая, но все так понятно. Хотя, читаешь нейлин пост, да, вот так. Понятно, что как бы есть много языков общения, да, и можно на разных уровнях общения. Мне кажется, у меня самый понятный слог, очень, очень нормальный. Я пошла, я есть. Завтра передача вышка в зеленый листочек. Топ-шлеп, вы все идиоты. Да не пишу я так, Оля. Вы не понимаете, что у вас все было. Это ты так видишь. Да-да. Я пишу, вот согласитесь, вот что я пишу нормальные посты. Ну, вот почитай, да, Нелин. Ну, Оля вчера это целый день говорила. Еще эти слоги переставляются этими местами туда-сюда, там типа обратно. Еще скажи, что запятые места. На, лежали на столе, береза вверх тормашками под небом. Да там все же понятно. Конечно. Можно читать между строк, и каждый поймет там свою суть в словах. Пофиг вообще, как эти слова в предложении стоят. А еще Нелин вела тренинг, короче, тут недавно, не помню, у нас второй или этот. И она такая пишет, значит, говорит и пишет, да, это же, ну... О, это вообще удивительно. Я, короче, мечтала об этом, о флипчарте. Она такая мне, ну, зачем этот флипчарт? Я говорю, сужей, мечта, блин, отстанет меня, хочу рисовать и говорить. Короче, флипчарт пригодился всем, рисует там все, короче. Все мысли, которые говорятся, они рисуются. И она такая села, такая, ну, что, человек, короче, уже в объяснениях такая. Раз там, типа, написала, два, написала, и все такие тоже, типа, да, 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 да. И все с телефонами фоткали флипчарт. Все, короче, фоткают, там, записывают. Все, там, энергия, да, все такие, ну, там видно, люди кушают, но уже находятся в определенном состоянии, там уже состо... Ну, то есть, короче, если ты ни хера не поймешь, что тебе говорят разными языками... Потом, когда мы посмотрели, что было написано в чьё-чарте... И она продолжает говорить, говорить, и у нее такой огромный-огромный список вниз-вниз-вниз. И пошли какие-то там на шестом-седьмом пункте почти иероглифы, такие конкретные, такие точки иероглиф, запятая, там... Не было букв вообще, там просто были волны. И она продолжает вот так писать рукой, короче, непонятные символы. И все фоткают такие, да, 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 она там так говорит, говорит, никто не замечает вообще, короче. Никто не заметил, что я весь флипчарт. Она перешла на какой-то свой галактический вообще язык. Это было вообще классно. И она, причем, продолжает писать так, ну вот как русскими словами, она так продолжает. И она проговаривает это все, там и пишет, там, в этот... И продолжает объяснять так руками, типа, в этот флипчарт, вот. Там ни одной буквы не было понятной. И повторяет такая, ну вот, это и это, и опять заново читает, как бы, все как положено, свое это. И потом, короче, все только понимают, что... На флипчарте детство слов. Она перешла, наконец-то, на свой язык уже. И все его поняли, в конце концов. И такое уже, ну, потом уже, конечно, ржать, потому что еще все фотографии, надо же записанное сфоткать. Мы же потом будем повторять по этому делу. Мы так ржали. Реально, на флипчарте вот только первое предложение было более-менее понятно, из более-менее разборчивых букв. А дальше не было букв, не было вообще, вот там просто вот так вот черточка, тире, точка, волна. Не было ни одной буквы вообще, я перечитывала несколько раз эти списки, и всем было понятно. А потом, когда мы отошли от этого, зафоткали, увидели, что там нету слов, нету букв, нету вообще, иероглифы какие-то, реально. Даже не иероглифы, я не знаю, что это было. Ну, она просто пришла... Как я поэтому еще могла повторить и перечитать? Это просто к тому, что слова не важны. Ну, как бы, вообще не важны. Перевод, небо, кусочек земли. После эфира все подходили фоткать, я уже не знаю, для чего, показать, что было на тренинге, или просто, чтобы дома перечитать. Когда у человека здесь трансцендентная антенна из башки вытаскивается, и она не совсем здесь, ну, вот происходят такие вещи. Оля, я дизайн человека на технологии квантового сознания по центрам приложила, а сознаний много. Вот согласись, то, что любая техника еще, она работает, но знаете, что вы ее создаете здесь сейчас. Я пользуюсь астрологией, она вот вчера сидим с парнем, блин, ну, знаете, вот, ну, вот, надоело чикать, не открывается, и все. А-а-а, микрофон закрыли, опять звука нету. Я вообще не понимаю, где я его тут закрываю, он же у меня внизу. Мне кажется, я полчаса говорила без звука, да? Скажите, а вы услышали про иероглифы? Неужели мы самое классное закрыли? Не могу разобраться, глаз один за другим периодически не видит. Уже все делала и в себе разбиралась, радости делала. Что делать? Что? Глаза периодически закрываются, ничего не видят. Спят? Прям закрываются или не видят? Один за другим периодически не видят. Так? Так. Все делала и разбиралась, и радовалась. Ну, вот на бок осмотришь, что ли, или как? С позиции дуальности два глаза, хорошо-плохо. Ну, как? Ну, как за тебя можно по одному предложению ответить? Ну, вот, серьезно, да? Вот сказать вот это клешёное, как бы, что что-то ты там не видишь рядом с собой. Ну, нет, у каждого же по-своему. Ну, да, на самом деле клише, ну, тоже работает, что вы не видите. Ну, в общем-то, с вами, да, но если глубоко разобраться, там, ну, как бы, нужно бы здесь было для этого. Где ты проводишь эфиры? У Оли свой аккаунт Vita Soul. Посмотрите, у меня в подписчиках всего 26 человек, и там Ольгу найдете. Много листать не придется. Я предвкушаю пятницу, и у меня сейчас мурашит, пишет Елена. Меня тоже. Знаете ли? Тебе тут знаете ли? Пишут. Знаете ли, меня тоже. Если у мужа болит плечо и локоть сильный, и проблемы с глазом, это его психосоматика или моя? Что мне надо осуждать? Ну, это и его, и ваше, да. В вашем мире только ваше. Его, это его. Ну, пока ему его оставят, занимайся с тобой. Тварянка. Я куда-то нажала, и деньги появились. Кнопка? Появилась кнопка, наконец-то. Оля, сто процентов, вот так же я Нелли читаю. Блин, да вы что? Я думала, что я нормально, все, у меня вот желание пропадает просто писать. Да что у тебя нормально, как бы? Ну, если я, они непонятные, не буду писать. Так, это понятно, но это ржачина, реально классно, потому что, ну, вот человек с такими вот данными, вот такой, межгалактический. Почему вы и нет? Это наоборот. Я с Олей согласна, ей-то понятно, потому что она механика. Экономизм понимает, а нам нет. И не так просто их читать. Блин, я думала, они такие у меня шикарные, неповторимые, на кого не похожи. Так они неповторимые. И меня еще и не понимают, оказывается. Не хочу больше. Буду говорить. Не знаю, мне чем более трансцендентно написано, тем больше нравится. Давайте сердечек, еще, любви. Узнала сегодня из фейсбука, что мужчина, у которого были ко мне серьезные намерения, и он планирует ко мне прилететь в гости для реального знакомства, он из Лондона, он умер в Саудовской Аравии. Почему? Странно. А ты его что-то не видела никогда в жизни? Нет, он хотел приехать из Лондона, познакомиться. Они переписывали свои звонки. Видишь, что творят твои ожидания? Ожидания? Да. То есть, надо быть счастливой и не дожидаясь этого мужика? Да. Он не доехал, потому что не надо придавать значимость тому, что не вы. Язык души, все работает, да-да-да-да-да-да-да, мы далеко от вас, я в восторге от тебя, Нелли, благодарю. Я вообще и от вас, и от Оли, и от всех, от себя, блин, в первую очередь, конечно. Звук, все нормально. Про рак закрыто было. Ну, я его хорошо. Интересно. Да, слышали мы про иероглифы, про иероглифы слышали, да, слышно, иероглифы слышали, угорели чертовски, звук быстро наладился, все понятно, пишешь, я тебя понимаю. Ну, вот два человека написали, что понимает меня, вот еще неповторимые посты, все понятно, посты твои, Нелли, не вздумай прокрашать писать, все чудесно и полезно. Ну, иногда, вы знаете, любая битка какая-то со стороны, я в интернете читаю, да, и я потом закрываюсь очень надолго. Причем, я понимаю, что это сама себе написала, и поэтому, так как я сама себе это написала, я от этого еще и больше закрываюсь надольше. Ну, то есть, закрываюсь, вообще ухожу в себя, ничего не пишу, не говорю, у меня такое бывает. Так что это, я люблю, что я люблю. Но не волнуйтесь, этого не будет, я вчера ее карту смотрела. Нормально. Нелли, не вздумай прекращать, у нее все понятно. Да, девчонки, не переживайте, там все нормально. Мы с одной планеты. Сыди. Нелли, пиши, мне очень понятно и нравятся твои статьи. Нелли, твои тексты вводят в нужный транс, хоть и все дословно понятно, но суть и состояние улавливается. Да, 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 то есть, там главное состояние. Мне эфиры понятные, ой, ну все, теперь я точно не уйду. Девочка, ты у меня язык. Дай мне. Уйдем. Двухдневный. Клево. Девочки, поняла вас про дальность глаза, нет, ну тут дальность написано, может, дуальность. Глаза не видят, потому что выбираю между двумя мужчинами. Сама поняла, классно. А нужно выбирать новое, третье, себя. Про рак хочется отдельный эфир. Кстати, можно сделать тематический про рак, очень много просто рака разбирала. Классно, пиши, все пиши, 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 пиши. С постами все нормально, просто приходится переводить их на русский язык. А так вот, а вы себя должны переводить на русский язык. Побудьте переводчиками и заставьте себя думать, наверное, это и хорошо. Да, это очень нужная практика, кстати, когда каждое слово начинает для себя переводить. Нелли, ты передаешь эти слова состояние, вот это да. Классно. Благодарю вас, что вы есть в моей жизни, а я вас благодарю. Я постепенно перехожу на чувства, чувства не это круто. Да, мы вместе туда идем. Не, ну это, конечно, был кусок. Когда я просто на флипчарте, ты убрала этот кусок из флипчарта? Просто его надо было зафоткать. Если у кого есть, пришлите мне, я выставлю в инстаграме. Это просто надо видеть. Когда мало того, что я так очень серьезно объясняла, записывала все свои слова, потом перечитывала, неоднократно повторяла. Для особо одаренных потом, потому что были вопросы, и мы снова повторяли. И я прям видела, читала все, что там написано. А потом, когда люди обратили внимание, то, что Нелли... Нет, никакого карантина. А ты что там написала? Покажи, что на дороге творится. Карантина нету. Пробки, как обычно. Нас уже час ждут в офисе. Ну, это время для погружения в себя. Да. И когда мне показали, обратив внимание, Нелли что-то написала, я увидела, что на флипчарте нету ничего. Там просто каляки-маляки были. Не было никаких слов. Как я оттуда считывала заново несколько раз слова? Я вообще не понимаю. Это так круто было. Мы просто очень долго потом смеялись. Прям прикиньте, в зале сколько нас было? Человек 70, да? 77. Я не помню, какой это раз был. Или это были на деньгах, когда человек 40 был? Я тоже не помню. Я вообще ничего не помню. Ну, в общем, минимум человек 40, мы просто ржали в голос, минус 10. Так еще все подходили, даже после этого фоткали. Я говорю, для прикола? Нет, мы почитаем. Это уже вообще надо так. После вашего вчерашнего эфира, так фонтанировала и рефлексировала, произошел квантовый скачок. Желание исполнилось. А расскажи, какое желание исполнилось? Интересно же. Телефон горячий падает. Ой, сколько сердечек. Есть вопрос. У меня ребенок инвалид. Мой внутренний ребенок с какими-то особыми отклонениями. С теми, с чем... А, с чем мне работать нужно? Я сейчас расскажу. Давай. Жги, Оль. Тему инвалид я разбирала, да? Это... Ну, инвалид. Давайте, откуда это слово? Ну, я вот так, да, разберу. Инвалид это... Валид это по-английски ценность. Инвалид это не ценность. Он показывает, насколько утеряна ценность себя. Ценность себя? Ценность своего внутреннего ребенка. Да. Мир очень серьезный. И как я ощущаю своего ребенка? Я могу его почувствовать? Вот самый яркий пример человека, который открыл своего внутреннего ребенка, это Бузова. Посмотрите на нее, какого ребенка она в себе открыла. И какие возможности перед ней открылись. Вот так вот. Мгновенно. Она такая детская, легкая, ей пофиг, наивная. Но она не наивная, она супер прошаренная. Но вот эта легкость, вот эта вот простота. Эта легкость в ней, это то, что она... Даже вот не скажешь. Внутренний ребенок, это когда позволяешь... Хочу петь, буду петь. Да похрен, что вы говорите. Вот как дети, да? Вот буду, вот завтра захочу, буду танцевать в четку. Вот что придумаю, то я буду ходить. Захочу сняться в клипе, я снимусь, захочу в кино, я снимусь, захочу то, захочу это. Вот так функционирует открытый, да, внутренний ребенок, и он обычно у нас заблокирован. Потому что, а что подумаешь, да похрен, что подумаем. Да хоть, блин, вся страна пойдет в пеший поход. Я хочу петь. Все, точка. Вот так. У нас музычка играет, очень крутая. Это моя любимая музыка, я ее много лет уже слушаю, и она здесь, внутри меня. Здесь такое, вроде мелодичность, да, вроде такое рок. Это вот... Ой, меня муж смотрит. Муж, привет тебе. Я соскучилась. Денис, привет. А у меня работа, и работа, и работа, и опять до ночи работаю. Но я люблю свою работу. Это очень круто. Я даже к Ольге нанялась на работу, не знаю кто, помощник уборщика с разбиранием всех закоулков потаенных и раскладыванием этого золота камней. На мусорик не дает, постоянно убирается. Да, я недавно записывала в тетрадь желание где-то поработать, причем поработать в каком-то красивом пространстве, чтобы это была какая-то офисная работа и так далее. Я прихожу к Коле и говорю, Оль, я даже тебе сейчас буду доплачивать, дай мне поработать сейчас. И я у нее еще как менеджер по персоналу пишу объявление для найма администратора. Ну, не администратора, а личного помощника. Разбираю завалы, там кухню разбираю, склад разбираю. Еще кабинет себе готовлю, который тоже весь в завале. И я хочу еще там, чтобы Оля докрасила стены. Вот, чтобы я могла принимать не за большим столом в огромном большом зале, а в своем кабинетике. Потому что все вокруг ходят, суета какая-то. Я в большом пространстве, между прочим, работать не могу, потому что мне кажется, что информация улетает. Кондиционер, что ли? Нет, ну просто большое пространство, ты говоришь с человеком, а вот это вот поле информационное, чтобы до него долетело, да, мне кажется, оно улетает. Ну, в таких объемных пространствах. Ну, у меня такое ощущение, у тебя такого нет? А в маленьком пространстве, ну, все долетит до него. Мне просто нравится, когда много народу, и на всех, и такое прям чувствуешь. Это понятно, а вот когда ты тет-а-тет работаешь, у вас нет такого чувства, когда в большом, огромном зале работаете с человеком, хотите ему что-то сказать, он вам, а мысли улетают. Ну, разбазариваются на все это пространство, и кажется, не дошло до него. Ну, у меня вот такое ощущение. Мне хочется что-то такое маленькое, уютное. И что бы я ни сказала, там слова об стенки ударятся, они рядом, и дойдут до него. Где такого нет? Блин, мне реально всегда такое ощущение, что нужно что-то маленькое. Оля, скинь свой плейлист, чего-то новенького хочется послушать, пишет Светлана. Вы меня подняли с колен. Серьезно? Да. Классно. А куда ей плейлист скинуть-то? Недавно Бузова сказала, сейчас эпоха Бузовой, она реально легкая и безбашенная. Вот. Вспомните в себе такого же ребенка, как вы себя вели в детстве, и начните уже так жить снова. Это прям будет взрыв вашего мира, который перестроится вот так вот. Но надо ощутить в себе, вспомнить эти чувства, которые вы испытывали в детстве. Когда вы ходили, рассматривали травинки, играли в кашки-малашки, собирали фантики. А я из листиков бабосы делала. Из листиков бабосы делала, мы ходили покупать. Я уже тогда с бабосами пришла. Я любила рыться возле помоек, где валяется куча всякого хлама, собирать из него там какие-то хрени, продавать. А я ручки в школе продавала. Да. Ну, я вообще говорю про совсем малую. Нужно ли себя заставлять что-то делать? Что, если ничего не хочется? Что за вопрос такой странный? Надо ли себя заставлять делать то, что мне не хочется? Ответьте сами на этот вопрос уже, наконец-то. Вопрос, зачем надо, кому надо и для чего это вообще делать? Задайтесь вопросом, зачем мне себя заставлять делать то, что я не хочу? Вот для чего? Вот что от этого будет? Какие плюсы, какие минусы? Я не буду на этот вопрос отвечать. Он просто обсужден. Если вам ничего не хочется, ложитесь, помирайте. Потому что наше желание, ой, наша жизнь это продукт всех наших желаний. Если ничего не хочется, значит не хочется не жить. Не дышать, не ходить, не гулять, не смотреть, не видеть, не слышать, замереть. Неужели вы хотите просто замереть и не двигаться? Вы себе на самом деле врёте, что вам ничего не хочется. Вам хочется и много чего. Но вы не хотите себе признаться в этом. Признайтесь. Возле помоя крылось. Ты кайфовая с детства была. Походу, блин, я всегда была кайфовая с самого рождения. Я собирала на улице весь хлам, играла с ним, кашки-малашки, всякая фигня. На продажу делала конфетки, камешки, бумажки заворачивала, чтобы конфетки продавала прохожим. Прохожие им не давали реальные конфеты, печеньки, цветочки или ещё что-то. А потом этот весь мусор я выкидывала в помойку. Таким образом я делала двойное комбо. Потому что я не любила грязь на улице, я любила уборку. Я до сих пор убираюсь на улице. Если я еду в лес, вообще родилась же на Камчатке. А это пространство такое лесное, вулканы, в общем, сопки. Везде зелень, деревья и природа, в общем. И всё с утра до ночи происходит на природе, на отдыхе. Шашлыки, мышлыки, ну это уже потом пошли. Я беру с собой пакеты, выезжая, но я уже давно прям там не была. Собираю сначала мусор на всех полянах вокруг меня, пока там мешков пять не соберу. Чтобы там половину жечь, а что-то в багажнику... Ну, не собираюсь разбирать там палатки, атеяло или корзинки с едой. И сейчас по возможности, где бы я ни была, всегда собираю везде всё, что неправильно лежит. Чтобы донести либо до мусорки, либо просто брать в пакет, куда-то выкинуть, вынести, подвинуть. Я даже прихожу к друзьям в гости, начинаю убираться. У меня какая-то дурная Манечка. А муж вообще всегда крутил у виска, говорит, как ты можешь мыть полы каждый день и вытирать пыль? Лень могу, я чихаю, хожу. У меня прям аж аллергия на то, что... Короче, я не люблю грязь. Это плохо. Нет, ты не любишь грязь, а ты любишь порядок, говорит Паня. Короче, я люблю порядок. Ну, порядок... А в мыслях люблю беспорядок. Вот что за абсурдность такая. Ну, ты любишь из всего делать систему упорядок. Даже мусор надо упорядочить. Мусор надо упорядочить, да так, чтобы собрать всякие те железки, которые валяются там вокруг гаражей и слепить из него, отнести там газоэлектросварщикам, чтобы они там робота какого-то поставили, там, замутили какую-то стеллу. Ну, то есть у меня вот такая какая-то хрень вся. Ну, у тебя Плутон так работает. Плутон? Нормально. Короче, я люблю копаться в мусоре. Меня хлебом не корми, запускай в грязную квартиру, и я из нее делаю конфетку. Все богатые люди, которые вот и есть такой потенциал работы с акциями, с финансами, это один и тот же сектор, сектор, который отвечает за мусор, помойки и все прочее? То есть за самые большие деньги отвечает один и тот же сектор, который отвечает за... Короче, мусор и деньги, они лежат рядом, в одном секторе. Прикиньте, что я сейчас узнала, я даже не знала. Почему бы вот сжечь деньги, я сказала вчера. Можно было такое зеркальце найти на помойке. Мы за помойкой жгли костер и пекли картошку. Мы тоже так делали. Мы тоже по помойкам шарили, просто интересно было. Так я до сих пор тут делаю, прикиньте. Ладно бы, если бы это было только в детстве. Мы возле помойки расчищали пространство, чтобы чисто было и деревья расцветали. Да, 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 это вот я тоже люблю. Я часто везде убираюсь. Слушайте, да тут собрались все на меня похожие, кстати. По-другому не бывает. По-другому не бывает. У меня аллергия на пыль, грязь и убираюсь в гостях. Слушай, все так делают. А я в лестницу крашу гостя. Читала, что это психологические отклонения. Здравствуйте, приехали. Мне кажется, психологические отклонения делать то, что ты не хочешь делать. Я представляю себя, что я хочу. Заставлять себя иметь чувство долга, вины и стыда. Вот это вот психические отклонения, ребята. Это я 100% отклоню. Собирать мусор и делать красивый мир. Вообще вокруг окружения мир. Блин, это классно. Я тета-хиллер, знакомая, сказала, что миссия чистить землю. Энергетически только. Ну, тоже классно. Только вопрос, что вы под этим подразумеваете? От кого ее чистить энергетически? Или от чего? От себя. Я люблю, понимаете, мусор для меня не то, что это что-то нужно уничтожить и выкинуть, собрать. Это то, из чего можно сделать чего-то. Материал для меня просто. Собирать все и сделать из него чего-то. Подделки какие-то и так далее. Ходила на миллион кружков, собирали шишки, которые неправильно валялись, чтобы из них сделать каких-то человек. В общем, потребность все время использовать. Я собрала Олины самые дешевые украшения, какие можно там, камешки, то и все. И просто развесила их там, сделала стенды, чтобы было красиво. Короче, все, что валялось у нее там в дальних уголках шкафов, я всему начала находить применение. Даже посуда, которая была сложена в коробках, я ее расставила по офису. Там серебряная посуда, просто уже для красоты, чтобы она уже глаза радовала, а не в коробке лежала. Не знаю, согласись, что я у тебя там творю? Короче, я ее встала, вообще переделываю, схожу. Я в детстве верила, что мне любой человек даст денег, если я попрошу, и мне давали. Ну так, блин, я тоже делала. А можно сразу создавать прекрасное, не получится. Мусор, он прекрасен и так, и он сразу создан. Я просто его перекладываю на другое место, упорядочиваю. Вот, и все. Что еще про мусор можно сказать? Мусор не мусор. А что это? Материал? Нужистная материя, которая была с нас. Ой, я что-то посмотрела туда на солнце, у меня же в глазах зайчики забегали. Девочки, подскажите, если у моего ребенка головная боль после аварии, ее машина сбила. Где в себе смотреть, куда направить внимание? Могу, зайчики от этого. Знак бесконечности, как в прошлый раз сказали. Или я выпала, или что, у меня прям даже в голову не приходит по поводу головной боли. У меня тоже головные боли. Ну понятно же, головные боли-то не аварии вызванные. Это вторично. Мир просто подтверждает через внешний мир какое-то внутреннее состояние. Алло, да. Да, слушаю. Здравствуйте. Какое-то внутреннее состояние подтверждает мир. То есть головная боль от каких-то убеждений, вот от каких-то, не знаю, надо раскапывать. Материальная действительность в окне просто, как следствие, отражает, от чего это может быть. То есть задним числом складываются какие-то факты для подтверждения. Все отделы расформироваются или сформироваются в новое что-то. А, ну да, классно, про мусор. Очки в форме бесконечности, да-да-да. Куда бы я на новую работу не устраивалась, у всех начинаются изменения, переезды, еще что-то, чтобы это начало. Ну это у вас внутри просто изменения, перемены и как бы вовне они транслируются. Классно. Некоторые темы прям даже не знаю, как разобрать. Так, я немножко понимаю, что мне понадобится. Сделала в своей жизни два аборта. И теперь, после этого, чувство вины. Чувство вины и виню себя, как быть. Да, благодарю. Оля, после двух абортов чувство вины. Как раз мы этот вопрос разбирали вот на днях. А ты почему концентрируешься на том, что уже прошло? На том, чего нет. Это душа, которая хотела пройти этот опыт. И он вам нужен был обоим. И тебе нужно было это пройти. Если ты понимаешь, что ты творец, тебе зачем нужно было пережить именно две такие ситуации? Может быть, только потому, что ты и с одной не вынула свой опыт. И не поняла, зачем тебе это надо было. Но ты не хочешь ребенка. Но ты увидишь, что ты его истинно не хочешь. Может быть, ты думаешь, что хочешь. Но не хочешь. Этот мир, он не хочет делиться по твоим правилам. Но ты, если пока не готова, если тебе нечем поделиться еще, если ты не готова размножаться, делиться своей радостью, может быть, ты ее еще в себе не приобрела. Но рано, еще рано. Поэтому, может быть, ты себе лжешь, что ты хочешь, а на самом деле не хочешь. Поэтому все приходит вовремя. А может, она не хочет. Просто чувство вины за убийство. Ну, какое такое убийство? Мы же прекрасно понимаем, что жизни и смерти нет. Есть волшебные материалы. И это все и проявлено, и не проявлено. Предположим, да, душа, которая должна была воплотиться. Предположим, да. Это же все было не проявлено. Она свое уже отыграла. То есть свое уже отыграла. А жизни и смерти нет. Человек проявленный, это то же самое, что человек не проявленный. Это одна и та же энергия. Просто мы, люди, воспринимаем просто, что вижу, то и значит есть. А то, чего не вижу, значит нет. По-моему, уже наши чувства, мы их не видим, но они у нас есть, и мы их четко ощущаем, правильно? Но это же воздух не видим. А он есть, вон молекулы азота, там целые химические составы. Посмотрите на это по-другому. Тебе нужно на это посмотреть наконец-то по-другому. Ты никого не убивала, ты не можешь никого убить. Ну не можешь, потому что это бесконечность. То есть мы живем в бесконечности. Какой опыт там нужно было извлечь? Я думаю, что, ну я делаю вывод из одного предложения, да? Что ты на самом деле думала, что ты хотела ребенка, но ты не хотела его. Ты, может быть, это было не твое желание, но, по крайней мере, оно точно не истинное. Если бы оно было истинно, если бы ты целостное, если бы ты готова делиться, если бы ты действительно готова расширяться, если бы ты готова не привязываться к этому человеку, то тогда ты родишь, и все будет хорошо. Но у тебя в голове очень много учтений, шаблонов, и твоя истинная суть, она здесь, кстати, не для того, чтобы рожать, ну, по большому счету. Ты здесь для начала должна стать самой собой. И только потом из самой себя ты уже можешь, у тебя есть чем делиться. Посмотри на это хорошо, и не обманывай себя, вот честно. Ну, вот честно. Хорошо. Проди. Ну, проди ментально. Проживи, что было с этим ребенком. Ты уже два раза не захотела. Может быть, ты просто думаешь, что ты хочешь? А у тебя есть еще делишки другие пока что. Близорукость детства. Были ли у вас случаи, находя причину в себе, возвращали ясный взгляд на мир? Да, было, но не именно с близорукостью, вообще просто со зрением. А что там конкретно со зрением? Была, я не знаю, до таких случаев полно. Пожелала, чтобы муж приготовил покушать, не дождалась, в животе заурчала, пошла сама готовить. Ну, наверное, ваше желание самой готовить. Я часто находила и выигрывала деньги, потом решила, что это плохо. А что плохо-то, не знаю, надо все вернуть себе и это обратно. Да, действительно, отчего это плохо. Как выиграть? Перестать хотеть выиграть? Что такое выиграть вообще? Вот разберите для себя слово выигрыш. Давайте спросим, что выиграть. Ну, денег. Выиграть – это играть. Суть игры – самой игре. А не в деньгах. Никогда суть игры не может быть в результате. Пока вы мыслите таким образом, пока вы не хотите играть, вы не хотите выиграть. Она хочет просто денег получить каким-то способом. Ну, да. Легким способом. Ну, и хотите денег тогда, а не выиграть. Не врите себе, не врите. Если вы хотите играть, идите, играйте, ваше желание исполнено уже в процессе. Это очень легко. Но вы не играть хотите, вы хотите выиграть. Для вопроса думайте о том желании, на который вы потратили бы деньги. Не выиграть, не деньги, а именно то, что вам надо. Это почему вы постоянно пытаетесь сузить круг исполнения вашего желания конкретными какими-то целями, действиями? Непонятно. Ну, то есть, как бы, варианты бесконечные, которые могли бы исполнить ваше желание, а вы прям настолько отрицаете, отрезаете все пути осуществления вашего желания конкретно, чтобы их там выиграть, или чтобы это желание пришло через деньги. У вас в мозгу только один способ получить деньги легким путем – это выиграть. Ну, надо его вообще убрать. А это, наоборот, тот единственный способ, по которому это нельзя сделать, потому что это вообще не про это. И вы просто не видите, у вас нет, у вас больше нет входа сюда, чтобы вы увидели, как можно получить деньги легким путем. Я хочу всегда спать, сон на мухах, где подзарядиться. Но дело в том, что, чтобы у вас была энергия, вам на нее нужно желание, да? Чтобы было желание, вам нужен импульс. А импульс – это интерес, сила толкнувшая, и вы уже там по инерции покатились. То есть энергия образовалась, как только у вас возник интерес. Вам нужно разбудить в себе интерес к чему-то. Хобби, занятием, увидеть себя такое, услышать такое, научиться этому, пойти туда. У вас нет интереса, соответственно, нет энергии, вам хочется спать. Где подзарядиться? Интересом заряжаемся больше ничем, вы ничем никак не зарядитесь, кроме того, чтобы себя толкнуть. То есть толчок вас пойти и кайфовать – это только интерес. Так. Мужские измены постоянно при этом не уходят от меня. В чем я себя изменяю? Потому что все внимание на кого – они на себя. Почему повышается давление? Ну, вы давите на себя. Где-то пытаетесь себя что-то заставить делать. Заставить делать, да? Вы обязаны что-то делать. Вы должны что-то делать. Хотя вы ничего не должны, никому не обязаны, но вам надо, надо. Вот эти вот шаблоны, программы, они ваше давление-то и повышают. Это тоже. У моей мамы высокое давление, значит, у меня саму что-то давит. Ну, да. Очень хотела мальчика, родилась девочка. У меня не было близких отношений с мамой, поэтому я не хотела девочку, я так считала. А на самом деле, но если родилась девочка, значит, вы очень хотели девочку на самом деле. Ваши желания исполнены все. И все, что исполнено, оно все по вашим желаниям исполнено. Причем с вашим большим вниманием туда. В прошлом. То есть вы в прошлом были во внимании на этом. И хотели этого. А сейчас просто отрицаете, как будто у вас забвение. Ну, у вас и так забвение. Каждый раз у вас забвение. Мы умираем и рождаемся триллион раз в секунду просто. Вселенная разбирается на кварке, просто в ничего. Вернее, один кварк становится одним кварком. А потом он находится одновременно во всех позициях, составляя какую-то картинку мира, делая копию точную нашего сознания, то, о чем мы думаем, то, что предназначили каждому слову. О, авария. Классно. Где-то я сталкиваюсь в лоб. Слушай, меня уже полтора часа ждут. А я, блин, все, еду. Если все по нашим желаниям, почему я не верю, что я создала что-то плохое сама? Ну, как бы ваши проблемы. Верите, поверите. Мир самоподтверждающаяся, правда? И она вам все подтвердит. Вообще все. Хотите и верьте во что-то одно, это подтвердится. Поверите в другое, другое подтвердится. Но если вы в другое не верите, оно не подтвердится. Нужно надавить на себя, да? Не, вы что? Какой? Живем с легкостью. Какое давление? Ой, все. Эфир закончился. Час прошел. Мы все едем. Олечка, помахай ручкой. Мы с вами прощаемся. Пока-пока.